Приветствую вас! И, вы знаете, довольно мало информации вы дали о своей проблеме, написав, что лишь только пробыли с мужем в браке 10 лет, и в последнее время начали отдаляться, потому что отдали друг от друга, задавая себе вопрос о том, значит, почему так, вы решили обратиться к нам, написав, что нам делать. Вы знаете, если говорить вот одним словом, то вам надо обращаться к семейному психологу, причем вместе с мужем, то есть провести семейную консультацию для того, чтобы понять, в чем, допустим, заключается проблема. Это при условии, если вы хотите сохранить свои отношения, конечно же. Ну, а если семейная консультация невозможна, часто мужчина не хочет, не считает возможным обращаться к психологу, Ну, тогда вам придется сохранять отношения своими силами. Как? Ну, вообще-то говоря, сперва давайте подумаем так. Вот, произошло у вас отдаление. С чего оно началось? С какого момента это произошло? Может быть, имели место какие-то обстоятельства, которые вызвали непонимание между вами? Может быть, предошло что-то такое, на что у вас с мужем были принципиально разные взгляды, но вы этими взглядами в полной степени не обменялись. В итоге остался такой некий осадок, который и послужил фундаментом для удаления. То есть, если отношения испортились, то у этого всегда есть причина. Без причин этого не бывает. Это то, что вам нужно понять. То есть, первое, что надо делать, это найти причину. Будет причина, будет понятнее, как с этой причиной вообще говоря работать. Как с этой причиной себя вести и, ну, хотя бы получить представление о том, а можно ли вообще ее как-то устранить, эту причину. Может быть и так, что между вами все было хорошо, проблем никаких особых не было, но постепенно начали отдаляться, стали друг другу холодно относиться и так далее. Связано это, как правило, с тем, что жизнь, она для вас выглядит несколько однобоком. В каком плане? Ну вот, вы, для своего мужа, жена, там, баркер по хозяйству, соответственно, мать его детей и, в принципе, все. Дадайте себе вопрос, а много ли вы времени чувствуете себя в роли женщины? Женщины в классическом смысле этого слова, то есть, вот примерно так, как вы ощущали себя, ощущали отношения. Много ли вы чувствуете себя личностью, то есть, живете только для себя? Мужчина, он всегда стремится к тому, чтобы сохранять вот некие свои личные границы, а вот женщина далеко не всегда это делает. Думая, что она совершает этот поступок ради семьи, она в действительности ставит под угрозу свои взаимодействия с мужем. Если так, то ваши отношения нуждаются в том, чтобы внести в них что-то новое, чтобы как-то освежить их, вдохновить, чтобы оживить ваше взаимодействие. Для этого можно попробовать самые разные способы, начиная от того, чтобы провести время где-нибудь отдельно от детей, хотя бы на пару дней, либо делая какие-либо сюрпризы, там, стандартно проявляя нежность и прочее. Или даже просто обычный разговор по душам, может быть, некий такой интимный, романтичный ужин, который бы помог вам обговорить все моменты, которые между вами накопились и которые не могут найти выражение в последневной жизни. То есть, самая круговерть быта, она вроде бы не так висела, висела, правда? Но при этом, при этом, при этом вы сами как-то незаметно тратите на это очень много времени. И становится некогда поговорить, некогда обсудить, доверить друг другу свои мысли, свои чувства и переживания. И вот, возможно, именно этого вам и не хватает, потому что за постоянными домашними обязанностями вы теряете свои те самые первичные отношения, которые у вас когда-то были. Именно поэтому у людей, которые смогли сохранить свой брак, вот скажем так, вот люди поженились, у них появился ребенок, и потом этот ребенок вырос и ушел из родительского дома. И вот в тот момент, когда он это сделал, когда он ушел, у людей часто наступает, как бы, такое, знаете, второе дыхание в отношениях. Не вновь, как бы, узнают друг друга, как мужчины и женщины. И вот у вас вполне возможно именно такая ситуация. И тогда вам нужно совершать все эти действия, о которых я говорил, потому что вам хватает именно личного общения, интимного общения, взаимодействия между вами. Что это будет? То, что я перечислил или, может быть, что-то еще решать вам. Возможно, стоит больше проводить время вместе, просто занимаясь темно. Корректируя свою деятельность так, чтобы она была связана или вовлекала мужчину в процесс. Иногда будет легче наладить свой диалог. В любом случае, вопрос достаточно сложный, его лучше разбирать. На приватное объяснение, потому что есть много тонкостей, много нюансов. Я думаю, вы сами с этим согласитесь. Поэтому, пока все. Надеюсь, что помог вам. По крайней мере, задал направление деятельности, направление мыслей. А там, если помощь понадобится, обращайтесь. Я сейчас помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. ПОКОЛИТСКОМОН Продолжение следует...